Какую победу празднуют саудовские женщины и как американский президент едва не лишился ядерного чемоданчика. Об этом и не только в нашем обзоре. Небывалая свобода. Женщинам в Саудовской Аравии разрешили открывать свой бизнес без согласия мужа или родственника. Ранее желающим стать бизнесвумен необходимо было предоставить письменное согласие опекунам мужчины. В последнее время власти Саудовской Аравии пытаются активнее вовлекать женщин в жизнь общества. Им разрешили получать права и водить машину, ходить на стадионы и работать с следователями. Ошибочка вышла. Секретная служба США отбила у китайской ядерный чемоданчик Дональда Трампа. Пресса пишет об инциденте, который случился три месяца назад во время визита главы Белого дома в Пекин. Сотрудник китайской службы безопасности заблокировал вход в Дом народных собраний военному помощнику Трампа, который нес ядерный чемоданчик. Завязалась потасовка, китайца повалили на пол. Инцидент тут же уладили, китайская сторона извинилась за непонимание. Австралийцы хотят отставки скандального вице-премьера. По данным последнего опроса СМИ, 65% респондентов за уход Барнаби Джойса, которого уличили в интимных связях с 33-летней бывшей подчиненной. Джойс признал, что женщина ждет от него ребенка. Эти отношения разрушили его официальный брак и могут стоить карьеры. Пока что Джойс отсиживается в отпуске. Когда родственники по всему миру, американка, родившаяся от донора спермы, отыскала 40 своих братьев и сестер. На поиски ушло 5 лет. Киане Ароя выяснила, что ее братья и сестры живут в США и Канаде, Австралии и Новой Зеландии. 30 из них уже пожелали устроить встречу. Киане виделась со своим биологическим отцом, которого называют крутым парнем. Клин клином выбивают. В китайской провинции Хубэй неправильно припаркованную машину подняли на крышу дома. Наказание для провинившегося водителя придумали работники автобусного парка, где водитель небрежно оставил свою легковушку. Весна скоро. На Даунинг-стрит в эти выходные подрались правительственные коты. Клочки шерсти летели во все стороны, когда кот Ларри из канцелярии премьера сошелся в бою с Палмерсоном из британского МИДа. Победил министерский мышелов, содрав с Ларри именной ошейник.